Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Документальный фильм «Вимбо» — это шоколадные пирожные в кокосовой стружке. Ну, может, еще наркотики. Документальный фильм Стефана Ярла «Достойная жизнь». Станция метро. Окраина города. Вот вроде и все. Люди живут как везде. Для того и строили, чтобы людям было где жить. Он не из тех районов, что вырастают постепенно. Здесь с самого начала все четко поделено на жилые единицы. Новые жильцы занимают уже имеющуюся жилплощадь. Бетонные дома землистого цвета, утопающие в зелени. К моменту описываемых событий Блакеберг как населенный пункт просуществовал вот уже 30 лет. Вот дух первопроходцев. Мэйфлауэр. Новая земля. Да, представьте себе пустые дома, ожидающие первых поселенцев. Да вот и они. Тянутся цепочкой через мост Тронебергсбрун. С лучезарными улыбками и взглядами полными надежд. Матери прижимают детей к груди, везут в колясках, ведут за руку. Отцы несут не лопаты и кирки, а кухонную технику и функциональную мебель. Скорее всего, они что-то поют. Может, интернационал, а может, Иерусалим к тебе грядем, в зависимости от пристрастий. На дворе 1952 год. Смотрите, какое здесь все большое, новое, современное. Только все было не так. Они приехали на метро, или на машинах, или на грузовиках по одному. Просочились в новые типовые квартиры со своими вещами. Разложили их по стандартным отсекам и полкам. Расставили мебель в ряды на пробковом покрытии. Докупили недостающие, чтобы заполнить пустоты. Закончив, они подняли головы и взглянули на землю им дарованную. Вышли из домов и увидели, что целина уже поднята. Оставалось лишь осваивать то, что есть. А был здесь городской центр. Огромные детские площадки, обширные парки под боком, многочисленные пешеходные дорожки. Хорошее место. Так они и говорили друг другу за кухонным столом пару месяцев спустя после переезда. Хорошее мы выбрали место. Не хватало лишь одного. Прошлого. В школе детям не задавали докладов по истории Блакеберга, потому что истории не было. Хотя нет, было что-то такое про мельницу. Про короля жевательного табака. Про странные, покосившиеся постройки на берегу. Но все это было давно и не имело никакого отношения к настоящему. Там, где теперь стояли трехэтажки, раньше был только лес. Тайны прошлого не коснулись этих мест. Даже церкви и то и не было. Город с населением в десять тысяч человек и без церкви. Это лишний раз говорит о духе современности и рациональности, царящем здесь. О том, сколь эти люди чужды призраков и ужасов прошлого. Это также частично объясняет, до какой степени все происшедшее застигло их врасплох. Никто не заметил, как они появились. Когда полиция в декабре наконец отыскала водителя грузовика, перевозившего их вещи, ему оказалось нечего вспомнить. В путевом журнале за 1981 год значилось лишь «18 октября, Норчопинг, Блакеберг, Стокгольм». Он вспомнил, что это были отец и дочь. Красивая девочка. Ах, да, у них почти не было вещей. Диван, кресло, вроде еще кровать. Можно сказать, налегке. И еще они непременно хотели ехать ночью. Я предупредил, что это выйдет дороже, ну, урочные там и все такое. Но они сказали, что это не проблема, лишь бы ночью. Это вроде как было самое главное. А что случилось-то? Водителю рассказали, в чем дело, объяснив, кого он вез на своем грузовике. Выпучив глаза, он уставился на запись в путевом листе. «Твою мать!» Рот его скривился, словно от внезапного отвращения, к собственному почерку. «18 октября, Норчопинг, Блакеберг, Стокгольм». «Значит, это он их привез, мужчину и девочку. Вот уж чем он никому не станет хвастать. Никогда!» Эпиграфы. Любовные муки не дают вам покоя, мальчики. Сив Мальнквист «Любовные муки». Эта кровь не нужна мне, я же, в общем, не злой. Просто сделал свой выбор. Чтоб ты видела смысл оставаться со мной. Значит, козырь не выпал. Морриси – последний известный международный плейбой. Среда, 21 октября 1981 года. «Как вы думаете, что это такое?» Гуннер Холмберг, комиссар полиции из Веллингбю, продемонстрировал небольшой пакетик с белым порошком. «Ясное дело, героин, но подать голос никто не осмеливался. Кому охота признаваться, что ты знаком с подобными вещами. Особенно, если этим балуется твой брат или его приятели. В смысле, ширяются. Даже девчонки молчали. Полицейский потряс пакетиком. «Ну, кто-нибудь. Может быть, сода? Или мука?» Несогласный ропот. «Он что, принимает шестой Б за идиотов?» Конечно, по виду точно не определишь, но если урок посвящен наркотикам, не так уж трудно сделать соответствующие выводы. Полицейский обернулся к учительнице. «Чему вы их вообще учите на уроках домоводства?» Учительница с улыбкой пожала плечами, по классу пробежал с мешок, а чувак вообще ничего. Даже дал кое-кому потрогать пистолет перед уроком. Незаряженный, конечно, но все равно круто. Оскара так и распирала. Он знал ответ. Невыносимо было сдерживаться, когда он точно знал. Ему хотелось, чтобы полицейский посмотрел на него. Посмотрел и сказал что-нибудь. Похвалил. Осознавая, что совершает глупость, он поднял руку. «Да». «Это ведь героин, правда?» «Правда». Полицейский одобрительно посмотрел на него. «Как ты угадал?» Все головы повернулись в его сторону, с любопытством ожидая, что он на это ответит. «Ну, много читаю и все такое». Полицейский кивнул. «Это хорошо, что много читаешь». Он потряс пакетиком. «А вот если свяжешься с этой дрянью, будет недочтение. Как думаете, сколько это может стоить?» Оскару больше незачем было поднимать руку. Он получил свою долю внимания. Его заметили, удостоили ответом, и ему даже удалось сообщить комиссару полиции, что он много читает. На такое везение он и не рассчитывал. Он погрузился в мечты, представляя, как после урока полицейский подойдет к нему, сядет рядом, начнет расспрашивать о жизни. И он все ему выложит. И тот поймет, погладит по голове, назовет молодцом, обнимет его и скажет «Мудак!». Йони Форсберг больно ткнул его пальцем в бок. Его брат тусовался с торчками, так что Йони знал кучу словечек, быстро подхваченных мальчишками в классе. Уж кто-кто, а Йони точно был в курсе, сколько стоил такой пакетик. Однако языком трепать не стал. Не раскололся перед легавым. Началась перемена. Оскар нерешительно потоптался у раздевалки. Он знал, что Йони так это дело не оставит, и теперь обдумывал, что надежнее — остаться в коридоре или выйти на улицу. Йони и все остальные высыпали во двор. Ах, ну да, там же полицейская машина, и всем желающим разрешили на нее посмотреть. Вряд ли Йони посмеет тронуть его при полицейском. Оскар подошел к застекленной двери и выглянул наружу. Точно, весь класс столпился вокруг машины. Оскар бы многое отдал, чтобы тоже оказаться там, но об этом нечего было и думать. Уж кто-нибудь обязательно отвесит ему пендель или натянет трусы до ушей. Никакая полиция не поможет. По крайней мере, на этой перемене можно было спокойно вздохнуть. Он вышел во двор и незаметно свернул за угол к туалетам. В туалете он прислушался, прокашлялся. Звук гулка прокатился над кабинками. Оскар поспешно вытащил из штанов сыкарик, поролоновый шарик размером с мандарин, вырезанный из старого матраса с отверстием нужного размера, понюхал. Ну, конечно, так он и думал. Немного, но обоссался. Он промыл шарик под краном, выжил как следует. Энурез, вот как это называется. Он вычитал это в брошюре, украдкой, подобранной в аптеке. Им обычно страдали дряхлые старухи. И я. В брошюре говорилось, что от этого существует лекарство, но не затем он копил карманные деньги, чтобы топтаться в аптеке, подыхая со стыда. И уж, конечно, он не мог рассказать об этом маме, она бы его потом замучила своей жалостью. У него был сыкарик, и пока этого хватало. Лишь бы не стало хуже. Шаги за дверью. Голоса. Сжимая шарик в руке, он метнулся в кабинку и заперся там. В ту же секунду открылась входная дверь. Он бесшумно забрался на унитаз с ногами, чтобы его не заметили, если им придет в голову заглянуть в щель под дверью. Затаил дыхание. Харюша. Йони, конечно же. Поросенок, ты там? И Микки. Двое самых опасных мучителей. Нет, Томас, пожалуй, хуже, но он редко участвовал в затеях, чреватых синяками и царапинами. Для этого он был слишком умен. Небось, стоит сейчас у полицейской машины, подхалимничает. Если бы они узнали про сыкарик, уж Томас бы точно превратил его жизнь в ад. А Йони и Микки просто надают ему по шее и дело с концом. Так что в каком-то смысле ему еще повезло. «Поросенок, мы знаем, что ты здесь!» Они подергали ручку двери, потрясли, начали колотиться в кабинку. Оскар обхватил руками колени и крепче сжал зубы, чтобы не закричать. «Уходите, оставьте меня в покое, что вы ко мне пристали!» Йони ласково произнес. «Поросеночек, милый, если ты не выйдешь, нам же придется тебя после школы подсторожить, ты этого хочешь?» Повисла тишина. Оскар тихонько выдохнул. Они продолжали, что есть силы колотить в дверь руками и ногами. Грохот разносился над кабинками. Дверная защелка прогнулась. Пожалуй, стоило открыть и выйти к ним, пока они окончательно не разозлились, но он не мог и все тут. «Поросенок!» Оскар поднял руку в классе. Заявил о себе. Похвастал знаниями. Это было запрещено. Ему такое не прощалось. Они выискивали малейший повод для издевательств. Он был слишком толстым, слишком уродливым, слишком противным. Но главное, он существовал. И каждое напоминание об этом было преступлением. Скорее всего, они просто устроят ему крестины, макнут головой в унитаз и спустят в воду. Что бы они ни придумали, каждый раз после экзекуции он испытывал невероятное облегчение. Так почему же он не может открыть защелку, которая и так вот-вот поддастся, и дать им отвести душу? Он смотрел, как защелка со стуком вылетает из паза, как распахивается дверь, грохнувшись о стенку кабинки, как в проходе возникает ликующий Микки, и знал ответ. Потому что у этой игры свои законы. Он не открыл замок, а они не перелезли через стену кабинки, потому что у этой игры другие правила. Каждому своя роль. Им раж преследователей, ему страх жертвы. Когда он попадался им в руки, лучшая часть игры оставалась позади. Само наказание было лишь формальностью. Сдайся он раньше времени, и вместо погони им бы пришлось направить свою энергию на наказание. А это гораздо хуже. И Йони Форсберг заглянул в кабинку. «Если собрался срать, крышку подними. А ну-ка, повизжи!» И Оскар завизжал. Это тоже было частью игры. Иногда, если он слушался, ему удавалось избежать наказания. Сейчас он особенно старался. Из страха, что они разожмут его руку и обнаружат позорный секрет. Он сморщил нос пятачком и принялся хрюкать и визжать. Визжать и хрюкать. Йони с Микки заржали. «Молодец, поросенок! Ну, давай еще!» Оскар продолжил верещать, зажмурившись и сжав кулаки, так что ногти впились в ладони. Потом умолк. Открыл глаза. Они ушли. Он остался сидеть, съежившись на крышке унитаза и уставившись в пол. На кафельной плитке под ним виднелась красная капля. Пока он смотрел на нее, из носа упала еще одна. Он оторвал от рулона кусок туалетной бумаги и прижал к носу. Иногда с ним такое случалось. От страха начинала идти носом кровь. Это даже пару раз спасало его от побоев. Увидев, что он и так в крови, его в последний момент отпускали. Оскар Эриксон сидел, скорчившись на унитазе, с туалетной бумагой в одной руке и обоссанным шариком в другой. Мальчик, страдающий кровотечением, недержанием и словесным поносом. «Да у него же течет изо всех дыр! Еще немного, и он будет какаться в штаны. Свинья!» Он встал, вышел из туалета. Капли крови на полу он вытирать не стал. Пускай кто-нибудь увидит и задумается, что здесь произошло. Решит, что здесь кого-то убили. Потому что здесь и правда кого-то убили. Снова. В сотый раз. Хокон Бентсон, мужчина сорока пяти лет, с пивным брюшком, заметной лысиной и неизвестным властям местом жительства, сидел в вагоне метро, выскочившем из туннеля, и разглядывал в окно район, где ему предстояло жить. Не самое красивое место. Норчопинг был куда приятнее. И все же западное направление лучше, чем захолустье вроде чистой, Ринкебю и Халленбергена, которые ему приходилось видеть по телевизору. Этот район заметно от них отличался. Следующая станция — Рокста. Здесь все казалось более плавным, округлым, даже невзирая на местный небоскреб. Он наклонил голову, чтобы разглядеть последний этаж офисного здания компании Ваттенфаль. Таких высоченных домов в Норчопинге он не припоминал. Правда, он так ни разу и не побывал в центре города. Вроде ему на следующий. Он взглянул на схему метро над дверями. Да, на следующий. — Осторожно, двери закрываются. Никто на него не смотрит. Нет, в вагоне сидело всего несколько человек, да и те уткнулись в свои вечерние газеты. Завтра в них напишут про него. Взгляд его задержался на рекламе нижнего белья. Женщина, позирующая в черных кружевных трусиках и лифчике. Господи, ужас какой! Кругом разврат. И как только такое допускают? Куда катится этот мир? Куда девалась любовь? Руки его дрожали. Ему пришлось положить их на колени. Он страшно нервничал. И что, совсем нет другого выхода? Думаешь, я бы тебя на это толкала, если бы существовал другой выход? Нет, но другого выхода нет. Выхода нет. Значит, остается взять и сделать. И желательно ничего не запороть. Он изучил карту в телефонном справочнике, выбрал участок леса, с виду подходивший лучше всего, и отправился в путь. Эмблему «Адидас» он срезал ножом, теперь лежавшим в сумке, зажатой между ног. Это была одна из его ошибок в Норчопинге. Кто-то запомнил логотип на сумке, а потом полиция нашла ее в мусорном контейнере неподалеку от их квартиры, куда он сам же ее и выбросил. На этот раз он возьмет сумку домой, изрежет на куски и, например, спустит в унитаз. Интересно, так делают? А как вообще делают? Конечная. Поезд исторг из своего чрева толпу пассажиров, и Хокон последовал за всеми, неся сумку в руке. Она казалась тяжелой, хотя единственным весомым предметом внутри был газовый баллон. Хокон старался идти как можно небрежнее, а не как приговоренный, бредущий на собственную казнь. Нельзя привлекать к себе внимание. Но ноги подкашивались, словно желая врасти в перрон. А что, если взять и остановиться? Встать на платформе и не двигаться. Стоять здесь до самой ночи, пока его не заметят, не позвонят. Кому-нибудь, кто приедет и его заберет. Увезет подальше отсюда. Он продолжал идти, не сбавляя шага. Правый, левый. Нет, нельзя раскисать. Стоит допустить какую-нибудь оплошность, и случится непоправимое. Самое страшное, что только можно себе представить. Наверху у турникетов он огляделся по сторонам. Он не очень хорошо здесь ориентировался. Интересно, где тут лес? У прохожих, понятное дело, не спросишь. Оставалось идти наугад. Лишь бы идти. Поскорее со всем этим разделаться. Правый, левый. Должен же быть какой-то другой выход. Но в голову ничего не приходило. Существовали четкие правила, условия. И это был единственный способ их выполнить. Он делал это дважды. И оба раза прокалывался. В Векшо промах был не особо серьезным, но им тем не менее пришлось переехать. Сегодня он все сделает правильно. Заслужит похвалу. А может и ласку. Два раза. Он был уже обречен. Разом больше, разом меньше. Какая разница? Никакой. Приговор общества все равно один. Пожизненное заключение. А приговор совести? Сколько взмахов хвоста царь Минос? А Лея сворачивала в сторону там, где начинался лес. Похоже, тот самый, что он видел на карте. Баллон и нож брецали в сумке. Он старался нести ее как можно ровнее. На дороге перед ним показался ребенок. Девочка лет восьми, идущая домой после школы, с подпрыгивающей на боку сумкой. Нет. Никогда в жизни. Всему есть предел. Только не ребенка. Уж лучше пусть берет у него, пока он не рухнет замертво. Девочка что-то напевала. Он ускорил шаг, нагоняя ее, чтобы расслышать слова. «Солнечный лучик в окошке моем, нам веселее будет вдвоем». Неужели дети до сих пор это поют? Может, у девочки была старушка-учительница? Как хорошо, что эту песенку еще помнят. Ему захотелось подойти поближе, чтобы лучше расслышать. Да, еще ближе, чтобы различить запах волос. Он замедлил шаг. Осторожность прежде всего. Девочка свернула с аллеи и продолжила путь по лесной тропинке. Наверное, живет по ту сторону леса. И как только родители позволяют ей ходить здесь, одной такой крохи. Он остановился, дожидаясь, пока девочка исчезнет из виду. «Иди, иди, милая. Не останавливайся и не играй в лесу». Он выждал около минуты, слушая пение зяблика на соседнем дереве. И последовал за ней. Оскар шел домой из школы с головой тяжелой, как чугун. Ему всегда становилось паршиво на душе, когда удавалось избежать наказания таким способом, будь то поросячий виск или что-нибудь другое. Даже хуже, чем если бы его избили. Он это знал и все равно еще ни разу не смог себя заставить с честью принять издевательство. Его слишком пугала боль. Уж лучше унижение. Не до гордости. А вот у Робин Гуда и Спайдермена была гордость. Если бы сэр Джон или доктор Осьминог загнали их в угол, они бы плюнули врагам в лицо и дальше будь что будет. Хотя, с другой стороны, что Человек-паук знает о жизни? Ему-то всегда удается избежать опасности, даже в самых безвыходных ситуациях. Он всего-навсего персонаж комиксов, обязанный остаться в живых ради следующего выпуска. В распоряжении Спайдермена и его паучьей способности, в распоряжении Оскара поросячий виск. Выживание любой ценой. Оскару необходимо было утешиться. У него был тяжелый день, и ему требовалась хоть какая-то компенсация. Рискуя напороться на Йони Смике, он направился в центр Блакеберга, в универсам Сабис. Он поднялся по зигзагообразному пандусу, вместо того, чтобы воспользоваться ступеньками, и сосредоточился. Главное — сохранять спокойствие и не потеть. Его уже однажды поймали на кражу в универсаме консум, год назад. Охранник хотел позвонить маме, но она была на работе, а рабочего номера Оскар не знал, честное слово, не знал. Он потом целую неделю дергался от каждого телефонного звонка, пока домой не пришло письмо на имя мамы. Вот идиоты. На конверте значилась «Полиция Стокгольмского округа». И, само собой, Оскар его вскрыл, прочитал отчет о своем проступке, подделал мамину подпись и отправил назад извещение о прочтении. Он, может, и трус, но не дурак. Да и трус ли? Можно ли назвать трусостью то, что он сейчас делал? Набивал карманы куртки шоколадными батончиками «Дайм», «Яб», «Кокко» и «Баунти». Напоследок он заткнул за пояс штанов пакетик жевательного мармелада в форме машинок и, подойдя к кассе, заплатил за один леденец на палочке. Домой он возвращался легким шагом и с высоко поднятой головой. Он больше не чувствовал себя поросенком, которого все пинают. Нет, он был суперграбителем, бросающим вызов опасности и всегда выходящим сухим из воды. Он кого угодно обведет вокруг пальца. За аркой, ведущей к нему во двор, он чувствовал себя в безопасности. Никто из его недругов не жил в этих домах, стоящих неровным кругом внутри еще более широкого круга улицы Ипсенгатон. Двойная крепость. Здесь его никто не мог достать. В этом дворе с ним еще никогда не случалось ничего плохого. Ну, или почти ничего. Здесь он вырос и обзавелся друзьями до того, как пошел в школу. По-настоящему травить его начали только в пятом классе. К концу пятого он сделался постоянным объектом насмешек, и даже его друзья из других классов это почувствовали. Они стали все реже звонить и приглашать его играть. Примерно тогда он и завел свой альбом с вырезками. Тот самый, ради которого он сейчас так стремился домой, предвкушая предстоящее удовольствие. «Вжик!» — послышалось жужжание, и что-то ударилось об его ногу. Темно-красная радиоуправляемая машинка отъехала назад, развернулась и понеслась на полной скорости вверх по склону по направлению к его подъезду. За кустами терновника справа от арки стоял Томми с длинной антенной, торчащей из живота, и хихикал. «Чё, не ожидал?» «Вот это скорость!» «Ага, хочешь купить?» «И сколько?» «Триста». «Не, у меня столько нет». Поманив Оскара указательным пальцем, Томми развернул машину и с дикой скоростью погнал ее вниз по склону. Остановив машину у своих ног, он поднял ее, погладил и сказал. «В магазине все девятьсот стоят». «Да я знаю». Томми посмотрел на машину и смерил Оскара взглядом с головы до ног. «Ладно, двести. Между прочим, новая». «Да не, машина супер, но... но...» «Не». Томми кивнул, снова опустил машину на землю и загнал ее в самые кусты, так что большие рельефные колеса забуксовали. Встав на дыбы, она развернулась и покатилась с горы. «Дашь попробовать?» Томми оценивающе посмотрел на Оскара, будто решая, достоин ли он. Затем протянул ему пульт, ткнув пальцем себе в губу. «Че, морду набили? У тебя кровь, вот тут». Оскар провел по губе указательным пальцем, сколупнув несколько засохших коричневых крошек. «Да нет, я просто...» «Главное, ничего не рассказывать, бесполезно». «Томми был на три года старше, круче некуда, небось скажет, что нужно давать сдачи». Оскар ответит «Конечно». И в результате только еще больше упадет в его глазах. Оскар немного погонял машинку, затем понаблюдал за тем, как это делает Томми. Как бы ему хотелось иметь 200 крон, чтобы заключить настоящую сделку. «Ты еще с Томми?» Он сунул руки в карманы и нащупал сласти. «Хочешь, дай им?» «Не, не люблю». «А я б?» Томми оторвал взгляд от пульта, улыбнулся. «У тебя склад там, что ли?» «Типа того». «Че, стырил?» «Ага». «Ну, давай». Томми протянул руку, и Оскар положил ему на ладонь шоколадный батончик. Тот запихнул его в задний карман джинсов. «Спасибо. Ну, пока». «Пока». Придя домой, Оскар высыпал добычу на кровать. Пожалуй, он начнет с дайма, потом съест двойной батончик и закончит своим любимым баунти. Ну, а напоследок — фруктовые машинки, чтобы освежить рот. Он разложил сладости в ряд на полу у кровати в нужном порядке. В холодильнике он нашел полбутылки Кока-Колы, горлышко которой мама заткнула фольгой. Отлично. Выдохшаяся Кока-Кола ему даже больше нравилась, особенно в сочетании с конфетами. Он снял фольгу, поставил бутылку на пол рядом с лакомствами, устроился на кровати и, лёжа на животе, принялся изучать свою книжную полку. Почти полное собрание комиксов «Мурашки по коже», местами дополненное более дешёвыми изданиями. Основную часть его библиотеки составляли два бумажных пакета с книгами, приобретёнными за 200 крон по объявлению в «Жёлтой газете». Он тогда доехал на метро до станции Митцом Маркрансон, затем, следуя указаниям, нашёл нужную квартиру. Дверь открыл толстый мужик болезненного вида с сиплым голосом. К счастью, он не стал приглашать Оскара войти, а просто вынес пакеты на лестницу, кивнул, принял две купюры по 100 крон и со словами приятного чтения закрыл дверь. Оскар заволновался. Он много месяцев разыскивал старые выпуски в букинистических магазинах на Гэтгаттон. По телефону мужик сказал, что у него были те самые старые номера. Всё это казалось уж слишком большой удачей. Отойдя на безопасное расстояние, Оскар поставил пакеты и принялся в них рыться. Его не обманули. 41 выпуск со второго по 46 номер. Они ведь больше не продаются. И какие-то жалкие 200 крон. Неудивительно, что он испытывал некоторый страх перед этим человеком. Он же только что выманил у тролля его сокровища. Но даже комиксы не могли сравниться с его альбомом. Он извлёк его из тайника под кипой журналов и комиксов. С виду это был обычный альбом для рисования, украденный в местном оленьсе. Он просто-напросто вышел из магазина, зажав его подмышкой, кто там называл его трусом. Но его содержимое... Он развернул дайм, откусил здоровенный кусок, насладился хрустом карамели на зубах и открыл альбом. Первая вырезка была из журнала «Дом». История об американской отравительнице сороковых годов. Ей удалось благополучно отравить мышьяком аж 14 стариков, прежде чем её поймали, приговорили и казнили на электрическом стуле. Она просила, чтобы её отравили, надо сказать, вполне справедливая просьба. Но в судившем её штате применялся электрический стул. На том и порешили. Это была заветная мечта Оскара. Увидеть своими глазами казнь на электрическом стуле. Он читал, что кровь при этом вскипает, а тело выгибается каким-то невозможным способом. Воображение ещё рисовало, как вспыхивают волосы, но письменного подтверждения этому он не нашёл. Всё равно круто. Он продолжал листать дальше. Следующая вырезка была из газеты «Афтонбладет». В ней говорилось о шведском маньяке-расчленителе. Паспортная фотография плохого качества. С виду обычный мужик, как их много, а убил двух проститутов-гомосеков в собственной сауне, расчленил их электропилой и закопал за сауной. Оскар закинул в рот последний кусок дайма, тщательно разглядывая лицо на фотографии. Мужик как мужик. Да хоть бы я сам через двадцать лет. Хокон нашёл неплохой наблюдательный пост, с которого лесная тропинка просматривалась в обе стороны. В глубине леса он отыскал укромную поляну с деревом посередине, где и оставил сумку. Баллон с галатаном закрепил в специальной петле под пальто. Оставалось только ждать. Когда-нибудь взрослым хотел бы я стать, равняясь во всём на отца и на мать. Он не слышал этой песни с тех пор, как сам ходил в школу. Кто же её написал? Али Стегнер? Подумать только, сколько хороших песен навсегда забыто. Сколько прекрасного кануло в лету. Никто больше не ценит красоту. Весьма характерно для сегодняшнего общества. Великие шедевры в лучшем случае являются поводом для острот или используются в рекламе. Сотворение Адама Микеланджело, где вместо божественной искры джинсы. Вся суть этой картины, как ему казалось, заключалась в том, что стремление этих монументальных тел друг к другу сосредоточено в почти соприкасающихся указательных пальцах. Почти, но не совсем. Их всё же разделяет миллиметр пустоты, в которой весь смысл. Исполинский размах, фрески, ювелирно проработанные детали — всего лишь фон, обрамление этой важной пустоты. Ничто, в котором заключается всё. И вот эту-то пустоту они заменили парой штанов. На тропинке кто-то появился. Он пригнулся, кровь застучала в ушах. Нет, какой-то старик с собакой. Исключено. Во-первых, сначала пришлось бы возиться с собакой, а во-вторых, некачественный продукт. «Много крика, мало шерсти», — сказал старик, остригая свинью. Он посмотрел на часы. Ещё два часа, и совсем стемнеет. Если в течение часа не появится кто-нибудь подходящий, придётся брать первого встречного. Дома нужно быть засветло. Старик что-то произнёс. Он его заметил? Нет, разговаривает с собакой. «Ну что, облегчилось, девочка моя? Давно пора, да? Вот придём домой, дам тебе ливерные колбаски. Да, милая папочка даст тебе большой кусок колбаски». Хокон со вздохом опустил голову и погрузил лицо в ладони, ощущая тяжесть баллона на груди. Бедные люди. Такие жалкие, одинокие в мире без красоты. Он замёрз. К вечеру ветер стал холоднее, и он раздумывал, не доставить ли дождевик из сумки накинуть на плечи, чтобы защититься от ветра. Нет. Плащ будет стеснять его движения, и ему нужно действовать быстро. К тому же он мог вызвать ненужные подозрения. Мимо прошли две девушки лет двадцати. Нет, двоих он не потянет. Он уловил обрывок их разговора. Так она его ещё и оставлять собирается. Вот урод, неужели он не понимает? Сама виновата. Надо было таблетки пить. Но он тоже должен, только представь, какой из него отец. Ясно. Подруга залетела. А мальчик не готов стать отцом. Вот так всегда. Все только и думают, что о себе. Только и слышишь. Моё счастье, моё будущее. Любовь — это способность положить свою жизнь к ногам другого. А современная молодёжь на такое не способна. Холод сковывал его члены. Какая уж тут быстрота реакции. Он засунул руку под пальто, нажал на клапан. Раздалось шипение. Работает. Отпустил. Он попрыгал на месте и похлопал себя по бокам, чтобы согреться. Скорей бы уж кто-нибудь появился. Кто-нибудь один. Хокон посмотрел, сколько у него осталось времени. Ещё полчаса. Ну же, пусть кто-нибудь придёт во имя жизни и любви. Но юным остаться важнее всего. Ведь дети наследуют царство его. К тому времени, как Оскар пролистал весь альбом и съел все сладости, за окном опустились сумерки. Как всегда, после ударной порции сладости он испытывал пресыщение и смутное чувство вины. Мама придёт домой только через два часа. Они поужинают, и он сделает уроки по английскому и математике. Потом, наверное, немного почитает или посмотрит с мамой телевизор. Правда, сегодня вроде ничего интересного не идёт. Затем они выпьют какао с коричными булочками, поговорят о том о сём. А потом он ляжет спать и долго будет ворочаться сбоку на бок, волнуясь за завтрашний день. Был бы у него друг, чтобы ему позвонить. Он, конечно, мог позвонить Юхану, надеясь, что у того не окажется других дел. Юхан учился с ним в одном классе, и они неплохо ладили. Но как только у него появлялись другие дела, он тут же задвигал Оскара в сторону. Это Юхан звонил Оскару, когда ему было скучно, а не наоборот. В квартире стояла тишина. Делать было нечего. Бетонные стены давили на психику. Оскар сел на кровати, сложив руки на коленях, чувствуя в желудке тяжесть от съеденных свадостей. Ему казалось, что вот-вот что-то должно произойти, прямо сейчас. Он затаил дыхание, прислушался. Его охватил липкий страх. Что-то надвигалось. Сквозь стены как будто сочился бесцветный газ, грозивший вот-вот материализоваться и поглотить его. Оскар застыл и задержал дыхание, продолжая прислушиваться. Он ждал. Все прошло. Оскар выдохнул. Он вышел на кухню, выпил стакан воды и снял с магнитной подвески самый большой кухонный нож. Проверил лезвие на ногте большого пальца, как его учил отец. Тупое. Пару раз провел ножом по точильному бруску, попробовал еще раз. От ногтя отслоилась тоненькая стружка. Хорошо. Он вложил нож в газету, как в ножны, заклеил скотчем и засунул сверток в левую штанину. Снаружи осталась торчать только ручка. Осторожно сделал шаг. Лезвие мешало, и он сдвинул его чуть вбок. Неудобно, но сойдет. Он вышел в коридор и надел куртку. Потом вспомнил о куче оберток, разбросанных по комнате. Собрал их и запихнул в карман, на случай, если мама вернется раньше него. Можно будет спрятать под каким-нибудь камнем в лесу. Он еще раз проверил, не оставил ли после себя улик. Игра началась. Он был маньяком-убийцей, нагоняющим страх на окружающих. Он уже порешил своим острым ножом четырнадцать человек, не оставив ни малейшей зацепки. Ни волоска, ни конфетной обертки. Полиция боялась его, как огня. Теперь же он направлялся в лес в поисках следующей жертвы. Как ни странно, он уже знал имя и внешность. Оскар заставит его молить о пощаде и визжать свиньей, но это его не спасет. Последнее слово будет за ножом, и земля напьется его крови. Оскар вычитал эти слова в какой-то книге, и ему понравилось. Земля напьется его крови. Запирая дверь в квартиру и выходя из подъезда на улицу, он как мантру твердил эти слова. «Земля напьется его крови. Земля напьется его крови». Арка, через которую он возвращался из школы, располагалась справа от его подъезда, но он свернул налево, миновав два здания, и там вышел через автомобильные ворота. Покинул внутреннюю крепость. Перешел через Ипсенс-Гаттен, покинул внешнюю крепость. Затем спустился вниз по холму и двинулся дальше в сторону леса. Земля напьется его крови. Второй раз за этот день Оскар был почти что счастлив. Времени оставалось всего десять минут, когда на тропинке появился мальчик. С виду лет тринадцати-четырнадцати. Отлично. Хокон собирался незаметно пробраться до противоположной стороны тропинки и выйти ему навстречу, но ноги неожиданно отказали. Мальчик беззаботно продолжал свой путь. Следовало торопиться. Каждая даром потраченная секунда грозила запороть дело, но ноги не желали слушаться. Он стоял как парализованный и смотрел, как идеальный объект идет ему навстречу, вот-вот поравняется с ним, окажется на расстоянии вытянутой руки. Еще немного и будет поздно. Надо, надо, надо. Если он этого не сделает, придется покончить жизнь самоубийством. Прийти домой с пустыми руками он не мог. Вариантов нет. Или мальчик, или ты. Выбирай. Хокон двинулся с места, но было уже поздно. Теперь он, спотыкаясь, сломился через лес навстречу мальчику, вместо того, чтобы спокойно встретиться с ним на тропинке. Идиот. Неуклюжий болван. Теперь мальчишка встревожится, будет на чеку. «Эй, мальчик!» — окликнул он пацана. «Постой!» Тот остановился. Хоть не убежал и на том, спасибо. Нужно было ему что-нибудь сказать, о чем-нибудь спросить. «Не знаешь, сколько времени?» Мальчик покосился на часы Хокона. «Мои остановились». Мальчик слегка напрягся, но посмотрел на часы. «Ладно, делать нечего». Хокон сунул руку за пазуху, положив палец на клапан баллона. Оскар спустился. Он попался к типографии и свернул на дорогу, ведущую в лес. Тяжесть в животе. Тяжесть в животе как рукой сняла. Теперь его наполняло предвкушение. По дороге к лесу он целиком погрузился в фантазии, и воображаемые им картины становились все больше и больше похожи на реальность. Он смотрел на мир глазами убийцы, насколько это позволяло воображение тринадцатилетнего ребенка. Это был красивый мир. Мир, где он властвовал. Мир, трепетавший в ожидании его приговора. Он шел по лесной тропинке в поисках Йонни Форсберга. Земля напьется его крови. Темнело. Деревья обступали его, будто молчаливые толпы людей с трепетом следящих за малейшим жестом убийцы, дрожа в неизвестности, кто из них следующий. Но убийца шел дальше. Он уже видел свою жертву. Йонни Форсберг стоял на пригорке метрах в пятидесяти от дороги, уперев руки в боки. На его лице играла обычная презрительная ухмылка. Он думал, что все будет как всегда, что он повалит Оскара на землю, зажмет ему нос и набьет рот мхом и еловыми иголками. Ну или что-нибудь подобное. Как же он ошибался. К нему приближался не Оскар, а убийца. И рука убийцы сомкнулась на рукояти ножа, готовясь к удару. Убийца медленно, с достоинством подошел к Йонни Форсбергу, заглянул ему в глаза и произнес. — Ну здравствуй, Йонни. — Здравствуй, поросенок. Тебе разрешают гулять так поздно? Убийца вытащил нож и нанес удар. — Ну четверть шестого. — Ага, спасибо. Мальчик не уходил. Он все стоял, не сводя глаз с Хокона, который воспользовался заминкой, чтобы шагнуть чуть ближе. — Черт, все запорол. Естественно, мальчишка заподозрил подвох. Какой-то мужик вываливается из чащи, спрашивает, сколько времени, и стоит, как Наполеон, засунув руку за пазуху. — Что это у вас там? Пацан кивнул в сторону его колотящегося сердца. В голове было пусто. Хокон не знал, что делать. Он вытащил баллон и показал его мальчику. — И что это за байда? — Галатан. Газ такой. — А зачем он вам? — Ну... Он пощупал резиновый наконечник, лихорадочно придумывая, чтобы такое ответить. Врать он не умел, это было проклятие всей его жизни. Нужно. Для работы. — И что это за работа такая? Мальчик немного расслабился. В его руке болталась спортивная сумка, похожая на его собственную, лежавшую на поляне. Хокон указал на нее рукой с баллоном. — На тренировку ведешь? Пацан перевел взгляд на сумку, и Хокон воспользовался выпавшим шансом. Вскинув руки, он ухватил одной мальчика за затылок, другой прижал резиновые раструбки его губам и надавил клапан до упора. Послышался звук, напоминающий шипение огромной змеи. Мальчик забился, пытаясь вырваться, но Хокон держал его железной хваткой. Мальчик запрокинулся назад, потянув за собой Хокона. Шипение змеи заглушило все остальные звуки, когда они упали на присыпанную хвоей тропинку. Хокон лихорадочно сжимал голову мальчика, прижимая маску к его губам, пока они катались по земле. Еще пара вдохов, и мальчик обмяк в его руках. Все еще придерживая маску, Хокон огляделся вокруг. Без свидетелей. Шипение баллона дикой мигренью заполнило мозг. Он зафиксировал клапан в нажатом положении, высвободил одну руку, нащупал резинку от маски и натянул ее мальчику на затылок. Теперь никуда не денется. Он встал и оглядел свою жертву. Мальчик лежал, раскинув руки, рот и нос закрыты маской, на груди баллон с галатаном. Хокон еще раз огляделся по сторонам, поднял сумку мальчика и водрузил ему на живот. Затем поднял обмякшее тело и понес к поляне. Пацан был не из хилых. Бездыханное тело оказалось тяжелее, чем Хокон думал. Он задыхался от напряжения, таща свою жертву по заболоченному лесу, в то время как шипение баллона резало слух, как зазубренный нож. Он даже старался сопеть как можно громче, чтобы заглушить этот звук. С одеревенелыми руками и залитой потом спиной он наконец добрался до лужайки. Он положил мальчика в низине и лег рядом, перекрыл газ и снял маску. Звук утих. Грудь мальчика мерно поднималась и опускалась. Минут через восемь он должен проснуться. Но не проснется. Лежа рядом с мальчиком, Хокон изучал его лицо, водя по нему указательным пальцем. Потом перекатился ближе, заключил бесчувственное тело в свои объятия, крепко прижал к себе, нежно поцеловал мальчика в щеку, прошептал на ухо «Прости» и встал. При виде беззащитного тела, распростертого на земле, на глаза навернулись слезы. Еще не поздно было остановиться. Параллельные миры, утешительная мысль. Где-то существовал параллельный мир, в котором он не совершал того, что собирался совершить. Мир, где он пошел своей дорогой, оставив мальчика приходить в себя, недоумевая, что с ним произошло. Но не здесь. В этом мире он подошел к своей сумке, открыл ее. Следовало торопиться. Он быстро натянул дождевик поверх одежды и вытащил инструменты. Нож, веревку, большую воронку и пятилитровую канистру. Все это он разложил на земле рядом с мальчиком, в последний раз окинув взглядом его юное тело. Потом взял веревку и приступил к делу. Выпад. Еще выпад. После первого удара ножом Йони понял, что на этот раз все будет по-другому. Из глубокой раны на щеке захлестала кровь, и он рванулся в сторону, пытаясь уйти, но убийца его опередил. Пара стремительных взмахов руки, и он перерезает Йони сухожилия коленей. Тот падает, извивается на замшелой земле, молит о пощаде. Но убийца не преклонен. Йони визжит, как свинья. И тут убийца бросается на него, и земля напивается кровью. Раз! Это тебе за сегодняшнее. Два! За то, что ты заставил меня играть в покер на щелбаны. А губы я отрезаю за все те гадости, что ты мне говорил. У Йони лилось изо всех дыр, и он больше не мог ни сказать, ни сделать ничего плохого. Он был давно мертв. На прощание Оскар выколол ему глаза, пялищиеся в пустоту. Чпок! Чпок! Затем отошел в сторону и взглянул на свою работу. Вокруг трухлявого бревна, назначенного поверженным Йони, валялись куски древесины, а ствол был искромцем ножом. Земля под здоровым деревом неподалеку, игравшим роль Йони, когда он еще стоял на ногах, была усеяна щепками. Правая рука, державшая нож, кровоточила. Небольшой порез у самого запястья. Наверное, лезвие соскользнуло во время удара. Не самый подходящий нож для этой цели. Он лизнул ранку языком, представляя, что пьет кровь Йонни. Он вытер остатки крови бумажными ножнами, затем спрятал нож и отправился домой. Лес, еще пару лет назад нагонявший ужас, оказавшийся пристанищем врагов, теперь стал его домом и убежищем. Деревья почтительно расступались на его пути. Он не испытывал ни капли страха, хотя уже совсем стемнело. Он больше не боялся завтрашнего дня, что бы тот ни таил. Сегодня Оскар будет крепко спать. Дойдя до своего двора, он на минуту присел на край песочницы, перевести дух, прежде чем отправиться домой. Завтра он раздобудет нож получше, с настоящей рукояткой, с этой, как ее, с гардой, чтобы опять не порезаться, потому что это надо повторить. Хорошая игра. Четверг, 22 октября. Мама со слезами на глазах протянула Оскару руку через стол и крепко сжала его ладонь. Оскар, больше никогда не ходи в лес один, слышишь? Вчера в Веллингбю был убит мальчик его возраста, об этом писали все вечерние газеты, и придя домой, мама была сама не своя. Это бы мог быть... Даже думать об этом не хочу. Но это же в Веллингбю, а не здесь. Ты хочешь сказать, что злодей, способный напасть на ребенка, не может проехать пару остановок на метро или пройти пешком, дойти до Блакиберга и проделать все то же самое тут? Ты часто бываешь в лесу? Нет. Я тебе запрещаю выходить со двора, пока... пока его не поймают. Ну что, мне теперь в школу нельзя ходить? Нет, в школу можно, но чтобы после школы прямиком домой и не ногой со двора, пока я не приду с работы. А когда придешь, тревога в маминых глазах сменилась злостью. Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, а? Вот прикончат тебя где-нибудь в лесу, а я буду сидеть и места себе не находить, пока ты там лежишь, порезанный на куски каким-то чудовищем. На глаза ее навернулись слезы. Оскар накрыл ее ладонь своей. Я не буду ходить в лес, обещаю. Мама погладила его по щеке. Сынок, милый, у меня же кроме тебя никого нет. Если с тобой что-нибудь случится, я умру. Угу, а как это произошло? Что? Ну, убийство. Я-то откуда знаю? Какой-то сумасшедший зарезал мальчика ножом насмерть. Представляю, каково его родителям. Наверняка жизнь кончена. А что, в газетах не было подробностей? Я не смогла такое читать. Оскар взял экспрессом и полистал. Убийству было посвящено четыре страницы. Только не читай. Да нет, я так посмотреть кое-что. Можно я возьму газету? Я же сказала, нечего тебе это читать. От всех этих твоих ужасов один вред. Я просто хочу посмотреть, что по телеку. Оскар встал и направился в свою комнату с газетой. Мама неуклюже обняла его, прижавшись к нему мокрой щекой. Солнышко мое, ты понимаешь, как я за тебя переживаю? Если с тобой что-нибудь случится, я знаю, мам, знаю, я буду осторожен. Оскар чуть приобнял маму в ответ, затем высвободился из ее объятий и удалился в свою комнату, вытирая со щеки ее слезы. Вот это круто! Насколько он понял, того пацана убили чуть ли не в то же время, когда он играл в лесу в свою игру. Только жаль, что убили не ее, не Форсберга, а какого-то неизвестного парня из Веллингбю. Тем вечером Веллингбю погрузился в траур. Он видел заголовки еще по дороге домой. Не исключено, что ему почудилось, но люди на главной площади говорили тише и ходили медленнее, чем обычно. В магазине хостоваров он спер нереальной красоты охотничий нож за 300 крон. Он уже и отмазку придумал на случай, если его поймают. Дяденька, простите меня, я так боюсь маньяка. Еще бы и пару слезинок из себя выжил. И его бы отпустили сто пудов. Но его никто не поймал, и сейчас нож лежал рядом с альбомом с вырезками. Ему нужно было подумать, могла ли его игра иметь какое-то отношение к убийству. Вряд ли, но такую вероятность нельзя было исключать. В его любимых книгах такое то и дело случалось. Мысль, зародившаяся в одном месте, материализовалась в другом. Телекинез, вуду. Но где, когда и главное, как произошло убийство? Если речь идет о множестве ножевых ранений, нанесенных лежачему телу, тогда может и вправду в его руках чудовищная сила. И этой силой еще предстояло научиться управлять. А что, если дело в дереве? Вдруг это связующее звено. Трухлявое дерево, которое он избрал мишенью для ударов. Вдруг оно какое-то особенное, и все, что с ним происходит, случается потом с людьми. Нужны были подробности. Оскар прочитал все статьи, где говорилось об убийстве. В одной из них оказалась фотография полицейского, приходившего к ним в класс рассказывать про наркотики. На данном этапе расследования дальнейшие комментарии невозможны. На место происшествия вызваны специалисты из криминалистической экспертизы. Необходимо дождаться их заключения. Фотография убитого мальчика, позаимствованная из школьного альбома. Лицо незнакомое, хотя по виду тот же Йонни или Микки. Может, в школе в Веллингбю тоже был свой Оскар, мечтающий об избавлении? Мальчик отправился на тренировку по гандболу в местный спортзал, но так туда и не дошел. Тренировка начиналась в половине шестого, скорее всего, мальчик вышел из дому около пяти, где-то так. У Оскара закружилась голова. Сто процентное совпадение. И убит он был как раз в лесу. Неужели правда? Неужели это я? Около восьми вечера тело обнаружила шестнадцатилетняя девушка, которая и вызвала полицию. Она пребывала в состоянии сильного шока, и ей потребовалась медицинская помощь. О самом теле ни слова. Но тот факт, что девушка пребывала в состоянии сильного шока, говорил о том, что тело было покалечено. В противном случае они бы написали просто «в состоянии шока». Что вообще делала девушка в лесу после наступления темноты? А, неважно, собирала шишки, какая разница. Но почему нигде нет ни слова о том, каким образом он был убит? Только фотография с места преступления, полосатая, как обертка от леденца, полицейская лента, ограждает совершенно безликую лесную поляну с деревом посередине. Завтра или послезавтра газеты опубликуют фотографию того же места, утопающего в зажженных свечах и надписях «ЗА ЧТО? И нам тебя не хватает». Оскар все это уже проходил. В его альбоме было несколько подобных случаев. Возможно, все это лишь совпадение. Но вдруг... Оскар подошел к двери и прислушался. Мама мыла посуду. Он лег на кровать и выудил охотничий нож. Тот лежал в руке, как влитой, и весил раза в три больше, чем вчерашний кухонный тесак. Он поднялся и встал в центре комнаты, зажав в руке свое сокровище. Нож был ослепительно красив и наполнял силой державшую его руку. Из кухни доносилось позвякивание посуды. Оскар сделал несколько выпадов, пронзая воздух ножом. Убийца. Когда он научится управлять своей силой, Йонни, Микки и Томас больше не смогут причинить ему вреда. Он хотел было сделать еще один выпад, но передумал. Его могли увидеть со двора. С темной улицы, залитая светом комната, отлично просматривалась. Он выглянул во двор, но увидел лишь свое отражение в стекле. Убийца. Он вернул нож в тайник. Это всего лишь игра. В жизни такого не бывает. Но ему все равно позарез было нужно узнать подробности. Причем немедленно. Томми сидел в кресле и листал журнал про мотоциклы, качая головой и что-то напивая себе под нос. Время от времени он показывал какой-нибудь разворот Ласса и Роббану, где под картинкой были описания объема цилиндра или скорости. Голая лампочка под потолком отражалась в глянце страниц, бросая блики на одну бетонную и три дощатых стены. Они были у него на крючке. Мама Томми встречалась со Стафаном, работавшим в полиции. Томми 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 машину потому, потому что машину все равно никто не видел. Свою добычу они припрятали в пустом подвальном помещении, отведенном под склад напротив комнаты, где они обычно тусовались. Перерезали цепь болторезом и вставили новый замок. Они пока и сами не знали, как будут сбывать краденое. Вся фишка была в самом налете. Правда, Лассе удалось толкнуть кассетник к какому-то чуваку сработы за 200 крон, но этим пока дело и ограничилось. К тому же имело смысл выждать какое-то время и уж точно не поручать такие вещи Лассе, потому как он был нестандартно мыслящий, как выражалась его мать. Но с момента налета прошло уже две недели, да и у полиции образовались дела поважнее. Томми листал журнал, улыбаясь своим мыслям. Да уж, дела так дела, есть на что отвлечься. Робан нетерпеливо барабанил руками по коленям. Ну ладно, колись. Томми показал ему разворот журнала. Кавасаки, 300 кубов, прямой впрыск и еще хорош, давай рассказывай. О чем? Про убийство, что ли? А то... Томми прикусил губу, сделав вид, что собирается с мыслями. Так, как там был-то? Сидя на диване Ласса подался вперед всем своим долговязым телом, сложившись вдвое, как перочиный нож. Все выкладывай. Томми отложил журнал и посмотрел на Ласса в упор. А ты вообще-то уверен, что хочешь это слышать? Жуткая история. Да ладно. Ласса храбрился, но в его глазах Томми читал тревогу. Достаточно было скорчить страшную рожу, заговорить не своим голосом, не реагируя на просьбы прекратить, как Ласса впадал в панику. Однажды они с Робаном вырядились как зомби, размалевали физиономией материнской косметикой и, выкрутив лампочку в потолке, стали поджидать Ласса. Кончилось все тем, что Ласса наложил в штаны, а Робан приобрел фингал под глазом на том самом месте, который собственноручно разукрасил синими тенями. С тех пор они старались лишний раз его не пугать. Ласса поежился на диване и скрестил руки на груди, всем своим видом давая понять, что ему все нипочем. Ну, короче, это было необычное убийство, если можно так сказать. Чувака нашли висящим на дереве. — В смысле, повешенным, что ли? — переспросил Робан. — Да, повешенным, только не за шею. За ноги. В смысле, он висел вниз головой на дереве. — Да ладно, от этого же не умирают. Том многозначительно посмотрел на Робана, словно тот высказал интересную мысль и затем продолжил. — Нет, от этого не умирают. Но ему еще перерезали горло. А вот от этого точно умирают. От уха до уха. Вспороли, как арбуз. Он провел пальцем по горлу, показывая, как это было. Ласса невольно вскинул руку к горлу, будто защищая его. Потом медленно покачал головой. — Ну, и почему он так висел? — А сам-то как думаешь? — Не знаю. Томми с задумчивым выражением потеребил нижнюю губу. — А самое странное вот что. если человеку перерезать горло, он умирает, и крови при этом бывает столько, что мало не покажется, так? Лосы робан кивнули. Томми потянул время, прежде чем обрушить на них бомбу. Но под ним, на земле, вообще не было крови. Всего пара капель. Хотя из него должно было вытечь несколько литров, пока он там висел. В подвале повисла тишина. Лосы и робан растерянно уставились взглядом куда-то перед собой. Робан очнулся первым. — Я знаю, его убили где-то в другом месте, а потом подвесили там. — А зачем вообще вешать его на дерево? Когда кого-то убивают, обычно стараются избавиться от трупа. — Может, он сумасшедший? — Может быть. Но у меня другая теория. Вы видели когда-нибудь бойню, как забивают свиней? Прежде чем разделать тушу, из нее сливают кровь. И знаете, как это делают? Подвешивают ее вниз головой на крюке и перерезают горло. — Ты что, хочешь сказать, что убийца собирался его разделать? — Че? Ласса неуверенно переводил взгляд с Томми на Робана и обратно, пытаясь понять, не прикалываются ли они. Не заметив и тени насмешки, он спросил. — Они правда так поступают? Ну, со свиньями. — Ну, да, а ты что думал? — Я думал, у них там для этого какие-нибудь специальные приспособления. — И что, тебе бы от этого легче стало? — Нет, но их что, прямо живьем подвешивают. — Да, живьем, и они еще дергаются и визжат. Томми изобразил, как визжит свинья, и Ласса паник, уставившись в свои колени. Робан встал, прошелся взад-вперед и снова сел на диван. — Нелогично. Если бы убийца собирался его разделать, кровь бы все равно осталась. — Это ты сказал, что он хотел его разделать, я так не думаю. — Да? — А как ты считаешь? — Я считаю, что ему нужна была кровь. Ради нее он пацана и прикончил, чтобы добыть кровь. Я думаю, он забрал ее с собой. Робан медленно кивнул, поковырял пальцем болячку от здоровенного выдавленного прыща в углу рта. — Зачем? Пьет он ее, что ли? — Например? Томми и Робан погрузились в размышления, прокручивая в воображении подробности убийства и всего, что за ним последовало. Через какое-то время Ласса поднял голову и вопросительно посмотрел на них. В глазах его стояли слезы. — Но они быстро умирают, свиньи. Томми серьезно посмотрел на него и ответил. — Нет. Я выйду ненадолго. — Нет. Я только во двор. — Ладно, только со двора не ногой. — Хорошо. — Позвать тебя? — Нет, я сам приду, у меня есть часы, не надо меня звать. Оскар натянул куртку, шапку, занес ногу над ботинком, но затем остановился, тихонько прокрался в свою комнату, достал нож и спрятал его под куртку. Когда завязывала шнурки, на ботинках, мама крикнула из гостиной. — На улице холодно, у меня шапка. — На голове? — Нет, на ноге. — Не надо с этим шутить, ты же знаешь, что у тебя все пока проблемные уши. Он вышел, посмотрел на часы, четверть восьмого, до начала передачи еще сорок пять минут. Наверняка Томми и компания сейчас тусуются в подвале, но идти к ним он не рискнул. Томми был еще ничего, но остальные. Иногда им приходили в голову странные вещи, особенно когда нанюхаются клея. Он направился к детской площадке посреди двора. Два корявых дерева, служивших при случае футбольными воротами, игровой комплекс с горкой, песочницей и качели, три резиновые покрышки, подвешенные на цепях. Он сел на одну из покрышек и начал неторопливо раскачиваться. Ему нравилось бывать здесь по вечерам. Кругом сотни светящихся окон, а сам он невидим в темноте. Спокойствие и одиночество. Он вытащил нож. Изогнутое лезвие было таким зеркальным, что в нем отражались окна. Светила луна. Кровавая луна. Оскар слез с качелей, тихо подошел к ближайшему дереву и обратился к нему. «Че уставился, козел? Сдохнуть хочешь?» Дерево не ответило, и Оскар осторожно вогнал нож в ствол, стараясь не погнуть лезвие. «Вот тебе, чтобы не пялился!» Он ковырнул ножом, так что от ствола откололось небольшая щепка, кусок мяса. Он прошептал, а теперь визжи, визжи, как свинья! Он замер. Ему что-то послышалось. Прижав нож к бедру, он огляделся по сторонам, поднес лезвие к глазам, посмотрел. Острие было таким же ровным, как и прежде. он заглянул в него, как в зеркало, и в нем отразился детский городок. На вершине горки кто-то стоял. Еще секунду назад там никого не было. Расплывчатый контур на фоне строгих стальных конструкций. Он опустил нож и повернулся к горке. И правда, но это был не маньяк из Веллингбю, а ребенок. Было достаточно светло, чтобы разглядеть. Это девочка. Раньше он ее здесь не видел. Оскар сделал шаг по направлению к горке. Девочка не двигалась, просто стояла и смотрела на него. Он сделал еще шаг и внезапно испугался. Чего? Самого себя. крепко зажав в руке нож, он приближался к девочке, собираясь нанести удар. И хотя это было не так, но какое-то мгновение он в это поверил. А она-то что, не боится? Он остановился, убрал нож в чехол и засунул его под куртку. «Привет?» девочка не ответила. приблизившись, Оскар разглядел, что у нее темные волосы, маленькая личика и большие глаза, широко открытые, спокойно глядящие на него. Ее белые руки покоились на поручне. «Привет, говорю». «Я слышу». «А чего тогда не отвечаешь?» девочка пожала плечами. Голос ее оказался не таким уж и тоненьким. Пожалуй, она была его ровесницей. Было в ней что-то странное. Черные волосы до плечка, круглое лицо, маленький нос, прям картонная куколка из детского приложения журнала «Мой дом». Вся такая хорошенькая. И все же что-то в ней было не так. На ней не было ни шапки, ни куртки. Один лишь тоненький розовый свитерок, хотя на улице стоял холод. Девочка кивнула на дерево и сколотая ножом. «Что делаешь?» Оскар покраснел, но вряд ли она могла увидеть это в темноте. «Тренируюсь». «Зачем?» «На случай, если сюда заявится маньяк». «Какой еще маньяк?» «Ну тот из Веллингбю, который зарезал того парня». Вздохнув, девочка посмотрела на луну, затем свесилась вниз. «Боишься?» «Да нет, но маньяк все-таки, нужно же уметь защищаться». «Ты здесь живешь?» «Да». «Где?» «Там», девочка махнула рукой в сторону соседнего подъезда. «Через стенку от тебя». «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Я тебя видела». «В окне». Щеки Оскара запылали. Пока он лихорадочно соображал, что сказать, девочка спрыгнула с горки, приземлившись прямо перед ним. «С двухметровой высоты». «Гимнастка, что ли?» «Она была одного с ним роста, только гораздо стройнее. Розовый свитер обтягивал ее худенькое тело без малейшего намека на грудь. У нее были черные глаза, казавшиеся огромными на маленьком бледном лице. Она выставила перед собой руку, словно удерживая его на расстоянии. Пальцы ее были длинными и тонкими, как прутики. «Я не могу с тобой дружить, имей в виду». Оскар скрестил руки на груди, ощущая ручку ножа под мышкой. «Это еще почему?» Рот ее изогнулся в кривой усмешке. «А что, обязательно нужна причина? Я просто говорю, как есть, чтоб ты знал». «Ну и ладно». Девочка развернулась и пошла прочь к своему подъезду. Когда она отошла на несколько шагов, Оскар крикнул вдогонку. «Да с чего ты вообще взяла, что я хочу с тобой дружить, дура?» Девочка остановилась, постояла, затем развернулась, подошла к Оскару и встала прямо перед ним, сцепив пальцы опущенных рук. «Что ты сказал?» Оскар крепче прижал руки к груди, нащупывая ладонью рукоятку ножа и уставился в землю. «Я сказал, что ты дура, раз так думаешь». «Я дура?» «Да». «Извини, я просто сказала правду». Они молча стояли в полуметре друг от друга. Оскар по-прежнему смотрел в землю. От девочки исходил странный запах. Год назад у его пса Бобби началось воспаление лапы и в итоге пришлось его усыпить. В последний день Оскар не пошел в школу и несколько часов подряд лежал рядом с больной собакой, прощаясь. Девочка пахла так же, как Бобби тогда. Оскар поморщил нос. Это от тебя так воняет? Наверное. Оскар поднял глаза. Он жалел о своих словах. Она казалась такой хрупкой в своем тоненьком свитерке. Он сменил позу, махнув рукой. Ты не мерзнешь? Нет. Почему? Девочка повела бровями на морщи флоп, и на мгновение показалось ему гораздо, гораздо старше своих лет, как дряхлая старушка, которая вот-вот расплачется. Я забыла, как это делается. Девочка резко развернулась и направилась к дому. Оскар стоял и смотрел ей вслед. Он был уверен, что ей придется потянуть за ручку обеими руками, чтобы открыть тяжелую дверь подъезда. Но она открыла дверь одной рукой, причем распахнула ее с такой силой, что та ударилась о металлический стопор и захлопнулась за ее спиной. Он сунул руки в карманы куртки, и ему стало грустно. Он вспомнил Бобби, как он лежал в гробике с колоченным отцом. На уроке труда Оскар смастерил крест, сломавшийся при первой же попытке вбить его в промерзшую землю. Надо будет сделать новый. Продолжение следует...